В преддверии летних каникул с 11 по 13 мая во всех районах Кубани проходит акция «Здоровье», в рамках которой проходят рейды по выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. Краевая акция «Здоровье» организована отделом по делам несовершеннолетних совместно с территориальными органами внутренних дел, администрациями районов, казачьими обществами и молодежной общественностью. Цель мероприятий, проводимых в рамках акции – оградить несовершеннолетних от пагубных привычек. Все мероприятия проводятся под патронажем Министерства труда и социального развития. Мы проводим мероприятия, направленные в первую очередь на формирование сознания молодых граждан, на формирование здорового образа жизни, предупреждение фактов продажи торговыми предприятиями алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним в первую очередь. Проводим, соответственно, рейды с участием и полиции, и торговых представителей для того, чтобы такие факты установить и предупредить реализацию алкогольной и табачной продукции нашим юным кубанцам. В рамках акции комиссия, в состав которой вошли сотрудники полиции, представители торговых объектов, проверяют торговые точки, а также места массового отдыха молодежи. Главная цель – выявить незаконную продажу детям спиртосодержащей продукции и табачных изделий. Кроме того, была организована разъяснительная работа среди предпринимателей о недопущении продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. Встречу провела начальник управления торговли и защиты прав потребителей Виктория Легостаева. Главную задачу, которую поставили перед руководителями торговых объектов во время встречи – провести разъяснительную беседу с реализаторами магазинов. Они не должны продавать алкоголь и сигареты несовершеннолетним в целях наживы. Лишний раз обязаны удостовериться, что молодой человек, купивший вредный для здоровья товар, достиг совершеннолетия. Проведите еще раз работу, как говорится, над ошибками и со своими работниками прилавка. Поясните, что вопрос очень серьезен. Он очень актуален в преддверии детских каникулярного периода. Это летние каникулы. Естественно, сейчас будет большое внимание направлено в сторону детей, в сторону их занятости, в сторону их засуга. Недопустимы данные факты. На встрече также присутствовал представитель отдела МВД. Начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД Роман Капинос рассказал присутствующим о наказании, которое грозит за продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В настоящее время штраф на продавца составляет минимум 30 тысяч рублей, от 30 до 50, на должностное лицо от 100 до 200 тысяч рублей, и на юридическое от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, в настоящее время введена в действие статья Уголовного кодекса Российской Федерации за неоднократную реализацию спиртосодержащей продукции, это статья 151 апреля Уголовного кодекса Российской Федерации, то бишь лицо, которое в течение года совершило факт реализации дважды, допустим, или трижды, как у нас были случаи, факт реализации несовершеннолетнего спиртосодержащей продукции, подвергается уголовному преследованию, привлекается к уголовной ответственности. В торговых точках общество с ограниченной ответственностью «Казак» очень строго соблюдается детский закон. В магазинах не продают сигарет и алкоголь несовершеннолетним. Директор сети продуктовых магазинов Зоя Скребец говорит, что постоянно проводит разъяснительные беседы с продавцами. Как руководителя я считаю, что надо постоянно с продавцами, заведующими проводить мероприятия постоянные по продаже алкоголя и сигарет несовершеннолетним. И в нас, например, практикуется так, у нас специально заведены журналы для того, чтобы каждый продавец расписался в том, что она не имеет права торговать спиртным и несовершеннолетним детям. За это, я не знаю, как в других, а мы вплоть до увольнения, если что-то они там какие-то вопросы решают. Представители комиссии по делам несовершеннолетних не только в рамках акции. Постоянно ведут разъяснительные беседы с продавцами и руководителями магазинов. Проводят рейды, сотрудничают с общеобразовательными учреждениями. Такие комплексные меры против незаконной продажи алкоголя и табака несовершеннолетним дают свои результаты. С каждым годом нарушений в этой сфере становится меньше. Так, в 2014 году 14 продавцов понесли наказание за незаконную продажу алкоголя подросткам. В 2015 году таких нарушителей было выявлено всего 9.